Севильского цирюльника театра оперы и балета представят на золотой маске. Комиссия престижной национальной премии отправила приглашение театру. Напомним, что премьера спектакля прошла еще в марте и имела большой успех у якутского зрителя. Над постановкой оперы работала петербургский режиссер Сусанна Цюрюк и приглашенный дирижер, соотечественник автора произведения Александра Бичи. Подробности в материале с Рагулана Захаровой. Действие происходит в итальянском городке Севилье. Граф Альмавива влюблен в Розину, однако на их пути встает опекун девушки. Доктор Бартола, который мечтает взять жену молодую красавицу. Партию доктора спектакля исполнил приглашенный артист из Москвы Олег Диденко. Стараюсь вживаться в его роли, он оказывается в центре интриги. Над нем все подшучивают, его все обманывают. Но это как персонаж, а я как артист получаю удовольствие от той музыки, от того, как вся эта игра легко происходит. Не обошлось спектакли и без сюрпризов для якутского зрителя. Севильский цирюльник – это предыстория всемирно известной оперы Фигара. Хитроумный сват и делец Фигара придумывает изощренный план, как свести молодых влюбленных. И несмотря на возникающие трудности, ему это удается. Спектакль довольно редко встречается в репертуарах даже именитых театров. И это неудивительно. Партии героев – одни из самых сложных в исполнении. Исполнение отличается от привычной русской классики. Множество переливов и триллей делают его одновременно и сложным, и воздушным. Ну, она должна быть более легкой, более такой светлой, игривая, смешливая. Характерная легкость и для оркестра. Как отметил дирижер Александро Бичи, он постарался максимально передать дух и настроение Италии. Это итальянская музыка, старая, есть другие стили, другие традиции, другой звук вообще. И оркестру я очень рад, потому что получили хороший результат. Премьера спектакля в Якутске прошла в марте. Однако тогда он был еще не совсем готов, отмечает в руководстве театра. Теперь же постановка предстала перед зрителем во всей красе, со всеми декорациями и световым сопровождением. Этот вариант, он будет уже более окончательный, более такой подготовленный в плане сценографии. Ну и, конечно же, спектакль по заявке комиссии «Золотой маски» будет представлен на номинацию, номинирован. Во время показа провели съемку спектакля. Видеозапись отправят на суд жюри премии. Фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве уже 19 апреля. Отобраны больше 600 спектаклей со всей страны. Сарглана Захарова, Евгений Лугинов, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.